хакимова здравствуйте хочу заказать следующие черенки бай есть крупноплодные железы я вам показывал помните на моей ладони ого слива венгерка богатырская венгерки уже практически нет вот кто сейчас будет заказывать уже не заказывайте нечего срезать персик еще есть вишня сибирская штамба меня это умилило вишня сибирская штамба в виде черенка это не то чтобы дикарь но одичава капитально и вдруг хакимова наиле она оказывается нужна возможно она настоящий селекционер все это возможно начнется все таки морозостойкость у нее минус 50 посмотрим что получится дальше антоновка не будет не будет семечка есть что-нибудь антоновка бельфер китайка заставил еще десяток полтора нарезал у меня есть две бельфер китайки молодые я боюсь резать все раз говорю я боюсь вот ну черенобаев десяток срезал так формала черенобаева маленькая есть ранетка железова настоящая ранетка как у нас их называют знаете как полу яблочки вот не не этими не полу культурки а полу яблочками народ называет нарядная заканчивая космическая я нарезал мраморная закончилась оплату гарантирую так вот смотрите почему это это просто обычные стандартные законы обычно такие есть еще хотелось бы чтоб на каждую позицию было описание сорта хотя бы время с обозревания и вкус и вот я сижу думаю господи я сейчас вот он пять минут потрачу потому что это уже который раз сотый двухсотый раз я должен сказать какое описание и вкус но на фотографии уже много видно цвет размер даже слюни текут культурность она определяется во многом вот этим и как я вкус у меня есть пару случаев я сейчас быстро буду заканчивать на сегодня хотя бы так мало поговорили значит это так значит шелковица выросил один год удалось продать десяток когда я пока люди не значит такое это сибирь тогда-то не было интернет и мне уже в отчаянии какой вкус слаще поцелуя и вот благодаря вот этой фразе слаще поцелуя мне удалось продать десяток этих саженцев шелковица а потом и остальные срубить они переросли и пришлось рубить и никому не надо вот так бывает теперь дальше что такое попробуйте смотрите допустим вот упоминает что слева розовый клон это я пишу и красный желтый я что делаю а вот мои эти оценки вместо того чтобы дать процентах этих самых микрограммах там допустим содержание сахара крахмала каратина кислоты все что угодно я пишу божественный вкус хлаще поцелуи тает во рту а они различают вкусные и сладкие плоды различаются понимаете чаще всего когда он вкусный и сладкий но бывает наоборот кислинка нужна я такие примеры приводил вот смотрите она упоминает это наилия упоминает венгерку они всегда вот такие были названия разные зараза с виду одинаково черебаев приводит на абрикос внимание это снимок сделал его саду что скажете он его назвал розовый венгерка розовая а я назвал розовый клон потому что это веточка с моего сада теперь скажите мне пожалуйста когда он нарезал мне десяток черенков такие десяток есть так вот это вот скажите мне на милость что из него вырастет а вдруг не розовый меня же не будут бежать проклятать вот видите как и все десяток чтобы подстали это те кто видел мои фильмы с участием вот эти фотографии вот пожалуйста красно-желтая еще про них долго говорить стандартный обычная китайка видите есть еще желтая она отдельно называлась уссурийская это китайская это условно все а вот это ее вариант видите она уже ближе к уссурийской она еще не уссурийская а уже слегка розовая а здорово и когда вы купите вот эти косточки из них вырастет видите как вот из этой может быть вот такая а тут же рядом с этого же дерева синий а это все с одного дерева есть деревья рекордсмены по 12 ведер давали вот так вот одно вносное дерево таких вот 12 ведер а плоды чуть-чуть разные тут и папы наследили в общем поняли вот я ответил на второй вопрос вот а дальше на счетку я просто подобрал на этом закончу вот это фотография не мы сделаны так вот ой нет мной мной вот же мы это извиняюсь я хотел похвастаться чужом саду чуть не набрал 10 сентября я делал потому что вот это моя вот как называется циферки вы вот пожалуйста красота да а он для зимнего яблока это жигулевская да он настолько хорош но есть него кислинка как я его назову не вкусно то я вот пишу кислинка кислинки со сладкой что я могу на или написать это с фотографии с этого кто-то прислал мне вот с виду это амур посмотрите сухая косточка видите она хрустит на зубах и и имеет кислинку но вкуснючая многие жрут знаете как извиняюсь не едят а хрустит а ведь она кисловато что я могу сказать как я на или отвечу а вот это вообще анекдот вот это моя девушка да племянница даша тоже а вот это наши гости приехала головина главный редактор красноярская газета газета которая меня печатала больше ста как же больше ста подчеркну больше ста вот когда это был знаменит тогда вся сибирь это зачитывалось а теперь они приехали чтобы а черный печатать там доедем как железу пусть будет тур поездка а мы железу приехали а это последнее уже этих то нету опоздали немножко знаете лежат себе она довольно позднее как маньчжурский это патриарх вот тут слева растет патриарх они набрали несколько ведр и поехали дальше рыбакан там на озерах когда приехали кроссов говорят мы не привезли ни одного плодика чем выбросили нет все съели не выдержали представляете ведом ели вот а это кислятина вот это я на или отвечаю все заканчивает это кто-то из наших это из фильма видите абрикосы железа покоряют европу реальный опыт а фотографии то то есть плоды это уже не зло и осадок тот кто вот это вот сорвал и вот как бы укусил какой вкус он из пыли это сам у меня реально были кислотка кислая а у него что а черт но то что вкусное сомнений нет а вот сладкий лет не знаю а вот это сувенир востока а у меня сувенир востока все мельче и мельче гражданин писецкий вот александр николаевич вот пожалуйста попадает на другую территорию другой климат на другие подвои вы посмотрите как вернулись качество обои вроде мельчать стало я боялся кто не испортил ли я здорово да так что вы еще поводил с вами вот вы недавно выписали черенки персики если у меня персик больше никогда не было 50 грамм кисловатый то на сахалине это мой персик вот такой вот видите кольцо возвращается а вот этот мальчишка это мой гость это моем саду это место топор кровокрасный а его кто заставлял кушать просорвал а потом уже оказывалось что это что он уже распробовал определил счастливую мордочку а это самая медовая вот так вот уже даже в виду что уж кустей не приду даже по внешнему виду а это казалось бы скромный сорт сейчас все заканчивается когда-то еще раз это скромный сорт а это единственное знаете у меня в чек не могут выписать лесную красавицу как я не расхвалил лесная красавица она тает во рту и вот у нее конкурент он единственное что выступает по внешнему виду но сладчайшая и поздняя груша под названием осенняя яковлево один из моих шедевр понимаете вот так вот а я уже это черенки почти все разослал а вот это шедевры вы можете себе представить в россии вот такие чудеса это главная соперница нарядной фирмы ой лесной красавицы которому где же я на пасу 100 и так дерево грублю а вот это память яковлево это прям питомник если поглядите суд горшки полить внимательно на третий год ну я не знаю почему сергей продает ну наверно уже больше тысячи другое дело это народ у нас не потому что не хочется дыме его вынудили бросить дачи обнищать что есть то есть а так полюбуйтесь это же реклама какая вот рядом же двухлетки вот трехлетку это не купили вот он куда реклами это это швам не эти самые придуманные это нарисованные вы не сколько я выше показала эти колновидные череша ни одной колновидной череши нет на планете ну где-то должны же хотя бы в школе хотя бы университете ко мне обращаются за саженцы черенками люди с высшего образования среди них есть пусть немного есть агрономы есть есть но они говорят да мы агрономы да у нас есть диплома но мы хотим сад иметь и получается он должен начать с нуля вот это тоже фотография с этого с интернета но фотография моя нет не так персики выречены с моих черенков или саженцы уже просто подвернулся нужно показать что вот она разве может быть невкусно